К другим темам. В городе состоялся очередной рейд по маршрутным такси. Проверка прошла в рамках оперативно-профилактической операции «Автобус». На самых оживленных улицах города работали 8 экипажей ДПС. О ходе рейда и ответственности, которую несут нарушители, расскажем в сюжете. Предъявить пакет документов, в том числе путевой лист, техпаспорт и водительское удостоверение, а также показать, исправен ли эвакуационный выход. Каждого из остановленных водителей маршрутных такси инспекторы проверяли тщательно. Главная цель рейда в рамках оперативно-профилактической операции «Автобус» – не допустить аварий с участием пассажирских транспортных средств. «Водитель управляет автомобилем, источником повышенной опасности. От его действий напрямую зависит жизнь и здоровье окружающих. К водителям, которые переводят пассажиров на коммерческой основе, предъявляются более серьезные и строгие требования. Поэтому сотрудники госавтоинспекции уделяют данному направлению более серьезное внимание». Федор Белов работает на пассажирских перевозках в течение двух десятков лет, а вообще за рулем более 30. Отмечает, нарушений старается не допускать, ответственность слишком большая. «Стараемся всегда соблюдать правила. Это безопасность пассажиров, поэтому это и важно». Его коллега Зафар Амиров уверяет, также добросовестно подходит к работе. «Все отлично. Уже более 15 лет уже за рулем. Конечно все. Отлично». Рейды по проверке маршрутных транспортных средств проходят в городе на регулярной основе. Профилактическая работа дает результаты, о чем говорят цифры статистики. «В текущем году на территории города Магнитогорска зарегистрировано снижение уровня аварийности с участием водителей пассажирского транспорта. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Также сотрудниками госавтоинспекции в рамках ежедневной контрольно-надзорной деятельности выявляются и пресекаются нарушения правил дорожного движения. Водителями маршрутных транспортных средств в текущем году выявлено уже свыше 3,5 тысяч подобных правонарушений». Инспекторы отмечают, любые нарушения могут привести к внештатным и даже аварийным ситуациям. «В ходе рейдовых мероприятий чаще всего выявляем такие нарушения, как техническая неисправность, нарушение правил перевозки пассажиров, либо отсутствие документов, предусмотренных по ДД. За каждое нарушение предусмотрены штрафы. Например, за нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрен штраф 500 рублей». В ходе профмероприятия сотрудники госавтоинспекции также раздали водителям памятки с рекомендациями, как не стать жертвами мошенников. Напомнили и пассажирам о том, насколько важно быть бдительными, рассказали об основных мошеннических схемах, которые используют злоумышленники. Всего за время проведения рейда 8 экипажей ДПС в разных точках города выявили 21 нарушителя.